Уважаемые налогоподельщики, добрый день! Меня зовут Евгений Севков. Я 25 лет занимаюсь налоговым консалтингом и заточен на решение вопросов, связанных с налогами. Сегодня мы с вами разберем вопрос, связанный с судебным прецедентом, вернее, с судебным прецедентом, в котором все наоборот. То есть, если у нас, как обычно, всегда первая-вторая инстанция на стороне налоговой службы, и иногда, может быть, иногда касаться, все переигрывает, то сейчас все наоборот. То есть, первая-вторая инстанция, они принимают решение в пользу налогоподельщика, ну а касаться, говорит, что, ребята, здесь что-то не так и все переигрывает. Значит, компания первой инстанции, значит, суды указали о том, что инспекция не установила причастность общества к получению налоговой выгоды. То есть, не установила. Первая-вторая инстанция. Что существуют документы, подтверждающие реальную покупку товаров. То есть, они присутствуют. Инспекция не доказала, что компания не проявила должной осмотрительности и не осуществляясь никакие возвраты обратно в денежные средства. То есть, факты не установлены. По идее, первая-вторая инстанция, они же смотрят документы, реально все оценивают. Но касаться, взглянула на эту проблему совершенно по-другому. То есть, она сказала, что ничего подобного, что все эти компании относятся к одной группе. Компания, они все по контролю. У них там один IP-адрес везде. Одни и те же сотрудники. Потом, эта компания финансово зависима. Значит, за эту компанию другие оплачивали, взаимозависимые компании оплачивали расходы. Что товары реально, хотя документы есть, но товары реально не могли перевозиться на легковых автомобилях, в которых тоннаж меньше, чем вес металла, где перевозится. Еще одна особенность о том, что один из руководителей контрагентов был в срок тюрьмы и не мог подписывать документы. Представляете, вот такая фантастика. И НДС, и новых на прибыль прилетел. У меня вопрос, а что делали ребята в первой и второй инстанции? Они этого разве не видели? Переходите, пацаны.